приветствую всех своих подписчиков и гостей своего канала меня зовут анна и это мой канал волшебные спицы с анной продолжая свой маленький мини-сериал о запасах моей пряжи в сегодняшнем видео мы поговорим о теплой пряжи и полухлопки почему я объединила эти две как бы да вроде как разные так подгруппы можно так сказать но смотрите недавно у меня на канале вышел буквально недели две-три честный обзор о полухлопки я там показывала всю полу хлопковую пряжу который у меня есть в наличии сейчас повторяться и записывать ну одинаковое до видео мне как бы не хотелось я только вам покажу несколько артикулов которые вообще не попали до в тот обзор у меня и то же самое по шерсти много шерсти как шерстяной пряжи я сейчас не приобретала все что приобреталось у у меня тоже были этот обзоры да вот буквально недавно выходили вот и дабы не повторяться я поэтому вам покажу только то пряжа только ту пряжу которая у меня не не мелкала как говорится на экранах у меня есть специальная такая папка плейлист называется обзор моей пряжи вот там и покупки получаются и обзоры по группам пряжи так что проходите в этот плейлист пожалуйста и как говорится все в подробности я там рассказываю там и можно будет посмотреть но все что там у меня показано но у меня конечно же учитано вот видео как еще раз вам напомню я делаю это такое снимаю впервые и мне самой интересно сколько у меня запасов пряжи в общем потом получится и поскольку сколько я пряжи извяжу за год сколько у меня пополнится вот и хочется мне вести такую статистику я увидела данная значит статистику девочек на канале на каналах у многих и мне тут же захотелось ну попытаться хотя бы это все посчитать посмотрю насколько как говорится мне хватит ну давайте лирики немного давайте будем смотреть все что у меня есть а вот здесь у меня в принципе в упаковках только осталось не не показанная как бы пряжи да немножко остальное у меня в контейнерах вот возможно кому-то будет не интересно как говорится остатки такие смотреть но мне например интересно смотреть все что есть у девчонок так что всем кому интересно оставайтесь со мной будем рассматривать с вами пряжу дальше так хочу дальше вам показать значит рассказать вот про такую это у нас получается полухлопочек значит я так вытащу один лоточек вам покажу что это у нас такое это у нас пихорка нежная от до от фабрики пихорка значит что это 50 граммовый моточек цвет у нас 581 светлый изумруд рекомендованный размер птиц три с половиной ниточка очень мягенькая достаточно она в принципе она не тонкая три с половиной ну ты кто вяжет плотно три с половиной вообще-то отлично будет ну отлично будет смотреться эта пряжа значит 50 граммовый моточек я вам сказала 165 метров здесь у нас 50 процентов копкой 50 процентов акрила вот таких такой пряжи у меня получается 10 моточков а вот эту пряжу очень хватит все я решила тоже взять один вид попробовать посмотрю как будет смотреться в изделии с ней будет нравиться буду докупать уже другие оттенки тоже такой меня пляж получается 2 упаковочки это 500 грамм далее значит что у меня есть в этом в упаковке вот такая замечательная пряжа это лизы 7 ли сар у меня видео 2 упаковочки а значит белого цвета и я как называю василькового вот мне очень понравилось как этот пряжа блестит так скажем у меня есть значит в такой расцветки я вязала себе по такой как ажурную кофточку на новый год я вставляла показала но еще раз поставлю вам покажу как она смотрится значит на мне ту кофточку я уже распустила я уже планирую что-то связать с нее другое в ближайшее время я буду показывать и рассказать об этом но не не стоит суть как говорится это у нас получается ализе 7 ли оттенок 55 белый не знаю будет передаваться но по моему не передается блеск я постараюсь вот так вот как бы помедленнее повернуть побед повертеть здесь люрекс сейчас скажу состав 95 процентов акрила и 5 процентов металлика да вот этот металлик он такого знаете как сказать ой как это мультикалор да вот разноцветный получается вот под одним углом смотришь он блестит таким бирюзовым цветом по другим угломом как и розовеньким каким идет то есть пряжа переливается очень красиво таких у моточков у меня опять это на 3 мотка достаточно на изделия с круглой кокеткой вот я просто вязала его и и поэтому могу знать сказать вам трех моточков достаточно для изделия с круглой кокеткой с коротким рукавом ну с рукавом чекам с рукавчиком по локоть вот на 48 размер значит таких такой пряжи у меня 500 грамм такой же артикул только синего цвета я взяла этот эту пряжу себе на платье я его обязательно свяжу вот здесь она также красивого такого классного оттенка такого мне очень хотелось именно такой цвет себе также вот блестит мне кажется темные цвета больше передаются она блестит синьки вот а метраж вам не сказала ну значит 100 граммовый моточек 460 метров рекомендуемый размер спиц от двойки до четверки по-моему я вязала на тройке сколько на насколько помню ну не буду не буду утверждать даль вязалось как бы давно у меня так таких такого цвета у меня получается 5 моточков и это у нас еще 500 грамм так хотелось конечно разобрать с вами вот эти веселые коробки вот таких веселых коробок у меня 2 вот и хочу прям итак девочки вот первую коробочку я свою высыпала здесь конечно в основном все все остатки 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 вот сильно заострять как бы внимание я на них не буду ну покажу вам что вот это вот шерстяная эта нитка она даже уже свалялась все что вот в таком виде да это все мне кто-то когда-то давал вот а так как я не могу выбросить пряжу ой да очень она колючая вот эта ниточка шерстяная чисто вот это ниточка шерстяная это конечно все нужно использовать можно во всяком случае использовать на носочки все клубочки конечно же я уже взвесила я просто вам покажу что у меня есть вот такие вот клубочки моточки вот дальше вот этот акрил у меня очень много акрила потому что я в основном вязала в акрис акрила и живя в грузии в принципе ну такого большого выбора это сколько лет назад а господи было это на ли для 20 назад это точно даже больше этой пряжи я ее оттуда привозила эти вот остаточки все все таскаю с собой как говорится вот это вот получается в основном нитка вся ализешная полностью ализе есть карачаевская так поняла во всяком все так помню вот и есть некоторые моточки которые знаете как я раньше делаю я ходила в секонд-хенд у нас был покупала свитера который можно распустить и какую-нибудь интересную пряжу допустим как вот такая букляшечка так это я вот убираю а вот видите такая буклированная красивая ниточка в принципе я с ней уже что-то вязала ведь это остаток раньше такую купить нельзя было а вот и я выходила с положения таким образом что я покупала там можно было купить за копейки и распускала изделие у меня получалось достойная пряжа вот такая букляшечка у меня есть вот нашла оказывается у меня еще остались старый запасные по моему с них вязала не эти носки вот это пряжа вот это вот это мне кто-то давал голубого цвета даже вот голубого мне кажется грамм 100 точно есть сейчас я даже чуть-чуть чуть-чуть так с вами повзвешивая даже больше до 126 грамм тут вообще и пряж такая толстая толстая как ее 2 2 нитка называют мне кажется даже тут не 2 нитка тут ой тут вас эту 3 3 нитка дан такая достаточно толстая пряжа вот и колючая такая не колючая мягкая конечно она но чувствуется что прямо на теплая вот вот такие моточки есть еще так 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 а вот это тоже мне кто-то давал это тоже чисто шерстяна она прям пахнет шерстью тут видимо вязали ну выбросить не выброшу она теплая я думаю что я разделю просто черный с белым и что-нибудь тоже свяжу далее у меня вот так тоже вот это с распущенного кстати купленного джемпера было несколько таких расцветок у меня голубой по моему коричневый был цвет вот вот голубой остался чтобы вы понимали это как тонкий плюш такой тоненькая велюровая такая нитка как вот сейчас вот есть эти плюшевые продают вот я надеюсь что вам видно вот этот ворс ворс тоже вот это у меня осталось остаток тут сколько 172 грамма ну конечно на изделие никакой не пойдет но умею и я и выпустить такое не могу в принципе пряжа очень даже такая симпатичная достойная это мелко мелкий мелкий велюр велюр плюш девочки не знаю как правильно но она как плюшевая мягкая плюшевая только на тоненький плюс так что тут у меня еще это вот от ализе у меня осталось ангора ботик небольшой моточек вот это я распустила джемпер сына это витабриллиант вот кстати она когда распускается почему-то она утончается она прям как будто становится такая тонкая тонкая под при распуске и такая она прям твердая нитка вот этот у меня моточек есть вот такой моточек но тут тоже грамм 200 250 грамм есть у меня еще готовлю как цель целиковый моточек до такой пряжи ну вот у меня 350 грамм такой пряжи есть можно что-то и придумать до блеск свой не потерял не потеряла пряжа вот тоже после распуска ну как после носки в принципе это пряжа так вот такая вот это точно ализе это я вязала свитер ребенку ему надо было что-то срочное я купила толстый толстую пряжу вот такую толстую ведь толстенная она не знаю как называется может какая-то там ализе макси вот такая мультиколор у меня вот сколько этих этого моточков осталось но я просто села за один вечер на восьмерке связала ребенку и он пошел в садик вот ну как говорится вырос я распустила я такую пряжу не очень люблю вот ну это на у меня как бы лежит она сейчас вам скажу сколько здесь грамм так это 110 так это с этим ну-ка так 110 сто восемнадцать двести двадцать считайте и 220 и еще 110 ну вот 300 грамм у меня это пряжи есть пряжа такая толстая толстая да как я уже сказала это ну это восьмерка это точно на ней просто и вязать одним полотном куда-нибудь использую то что он куда мне сейчас голубые оттенки остались после мальчиков внучка у меня девочка это я и никуда не использую так что еще это вот китайская пряжа это тоже ализе осталось у меня это у меня вот это полушерсть это была моя водолазка я вязала вот остатки это я вязала на заказ вы укатился один кубочек вот вязала на заказ тоже это по этот ализе классик такой вот малинового цвета так и это вот хочу оставить вам кто рассказать историю этой пряжи ну это тут остаточки конечно же это тоже вязала я сыну толстой что-то толстую нитку покупала это все что нужно было быстро если связать полотон с толстую пряжу вот остались эти остаточки это вот я буду сейчас переделывать как его я вязала получается как комбинезон детский с хоро красивой вышивкой вот и и там я распустила получается рукава я сейчас хочу вот эту вышивку я не хочу переделывать буду буду при убирать и ножки и буду довязывать снизу вверх сверху это ну как бы переделай вот у меня тут осталось пряжи в принципе это она вяжется так объемно тут хотя 30 грамм но на переделку хочу сделать как жилетку жилетку ребенку переделать на жилетку и это покажу вам как получится вот у меня остатки есть для этого так это опять-таки карачаевская это у меня по-моему ой как это сено от семеновской пряжи и это фабрики это я вязала джили этот кофточку ребенку тоже осталось а маленький моточек не так ну это остатки остатки так это тоже не знаю что за пряжа девочки кто-то мне и давал так ну это вот остатки остались у меня от моего кардигана листьями недавно я вязала далее это полухлопок ализе анбре этот катан голд тоже вот кулу маленький остался маленькая такая сколько там грамм 30 20 даже 27 грамм ну я пока оставила буду когда племянницы вязать может быть пригодится мне там не знают отделать знаете там чтобы попасть то в цвет что-то все равно вечно отматываем так ну сюда еще попала вот такая вот одна штучка мне один моточек остался от явно арт-стайл значит это 50 граммовый моточек 185 метров тут хлопок и вискоза хочу вот рассказать немножко принес 660 цвет вы знаете я вот например один раз связала с сестре да она мне просила что мы такой вот как струящаяся воздушная на лето вот я и заказала ну чтоб она еще и блестела вот заказала эту пряжу тяжело вяжется вот и потом в носке чуть-чуть где-то вы если запнетесь все ниточка выдалась вытаскивает и такое полотно приобретает неопрятный вид ну вот больше больше стайл я не куплю все вот это ну вот это вот как бы мой опыт один раз я связала мне было достаточно ну я думаю вот есть более такая так сказать ну получше нет не нитка вот лично для меня до которая в состав который входит вискоза вот здесь вот это именно вот это вискоза она как-то идет отдельно даже от видно да вот так и распу видеть она неплотно смотана смотана до полотно ложится хорошо его можно отпарить слегка кстати слегка то она там это вискоза нафиг загорится вся вот хотя здесь не рекомендуют пишут что хотя на единички до ручная стирка при 40 градусов вот ну вот я сестре сказала она носит она носит ей нравится она в зару одевает этот значит эту кофточку но вот жалуется что чуть-чуть затяжкой все и приходится все это потом как бы наизнанку вытягивать вот один моточек мне остался куда-нибудь применю ну это yarnart джинс это я на отделку брала одна штучка тоже у меня yarnart джинс это полухлопок 55 процентов хлопка 45 процентов акрила это с 50 граммовый моточек 160 метров вот этот цвет белый и вот у меня осталось вот такая пряжица я сейчас вам покажу оригинал с другой коробки я и достану вот она такая пряжа вы убейте меня я не помню может быть в тех же секонд-хендах потому что в магазине я ее точно не могла купить или мне кто-то ее дал сказали вот дерзай ты все сможешь но я эту пряжу победить не смогла ой видно да что это какая-то пряжа называется фэнси 100 грамм написано что это бобинная даже нарисована бобинная пряжа все никаких больше опознавательных знаков нет а значит я пыталась вязать видите перематывала в матки сейчас вам покажу какая это пряжа сколько здесь в ней нити вот смотрите сколько здесь в ней с соединен он нитей раз два три четыре пять пять разных вообще пять разных нитей понятное дело что надо вязать на толстых спицах вот но полотной первый раз когда я вязала я связала на тонких спицах а ну такое забитое вообще просто ну ужасное полотно было вот и я перемотала один получается 1 1 моточку такой клубок что я стала делать это только на на я или кто-то я начала я просто вот эту ниткой нитку один наверное моточек дальше мы измерим сколько это я тут поизвращалась как говорится раз-два-три ой а в принципе можно и так вот один моток вот тут 100 грамм девочки еще раз сейчас ну 112 показывать ну 100 грамм вот один такой моток я перемотала на все виды пряжи которые у них там было это у меня получилось отдельный моточек вот такой ну тут две нити все равно видите как серый серая нить и все этот такая как черно-белая и вот эта часть она прям колючая видимо как шерстяная далее я отделила вот эту нить которая с такими как шишибриками или как их называть шишечками да вот такими вот так же смотала в моточек отдельно вот он далее отделила вот эту велюровую нить это вот велюр тонкий 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 такой практически как я там как он такой ленточный да видите вот он и и получается а здесь а здесь это остаточек от другого моточка получается вот я не могла победить вот это я решила думаю может быть я таким образом что-то что-то свяжу но нет не тут то было ничего мне в голову девочки так и не приходило этот ленточная ленточная ниточка она как-то вся закручивается ложится в полотне непонятно как вот это тоже одни дырки получается ну единственное что вот это это на носки наверно потому что она реально такая во первых она очень крепкая и она вот реально колючая вот такая пряжа у меня есть фэнси который уже сто лет в обед но она так-то вот видите скручена хорошо форму ничего не потеряла свою только этикеточка 100 старенькая и вот считаете что у меня этой пряжи так здесь 100 грамм здесь вообще 130 ну и тут по 100 граммовые моточки я думаю там 92 почему-то 92 0 по 92 написано 100 грамм мы будем считать что это суда пойдет ну считайте 100 200 300 400 грамм у меня вот такой интересной пряжи может кто посоветует что с этим делать что как мне мне вот она вот лежит лежит в принципе сейчас очень много вяжутся со всякой разной фантазийной очень много сейчас вышло всякая всяких не так но я не могу победить сама точно я не побежу не победил не побежду данную пряжу так значит одну коробку мы с вами разобрали давайте перейдем ко второй ну что вот моя следующая коробочка здесь уже моточки по новее получается у меня значит чего начнем ну вот у меня такая вот ализе ализе бэбиву значит здесь у нас калор 30 60 50 граммовый моточек в мотке сто семьдесят пять метров здесь у нас 40 процентов шерсти 40 процентов акрила и 20 процентов бамбука что я могу сказать у меня таких получается два моточка еще нет два моточка все правильно так бы было а да был еще один моточек но я его по моему извязала потому что я больше найти ничего не могу что связано с этой пряжей что скажу все ее очень хвалят да кто-то хвалит кто-то кто-то не хвалит но в основном все хвалят я не знаю с чем это связано может быть от расцветки зависит но для меня в полотне я вязала она почему-то такое какое-то грубо грубое полотно получается вроде она такой мягенькая но есть такое знаете когда трогаешь какая-то жесткость как будто там как проскальзывает нету такого что вот как другие ниточки даже вот эту вот я трогаю полу шерсть она мягче чем вот это на ощупь сама в саму волокно как будто такое вот как бы надо мне конечно попробовать взять другой цвет может быть от этого и мое мнение об этой пряжи изменится но она мне не нравится вот честное слово мне почему-то она не нравится но это субъективно сугубо сугубо мое мнение мой опыт возможно я ошибаюсь возможно я поменяю свое мнение возможно это реально неудачная просто расцветка расцветки такая вот от беленького к бежевому так как видите да меланжевая а вот таких у меня получается два моточка это 100 грамм где-то у нас до 100 грамм так убираем это у меня остатки от моей шапки вязала брату это у нас лана gold classic вот тут 50 грамм где-то осталось 60 даже грамм это вот такие остатки от этого так вот такие моточки у меня это у меня лана тик на ногу тик до ангора господи че говорю ализе тик значит это цвет по моему зимнее небо это вот у меня остатки от платья вот ведь я стараюсь перематываю вот здесь у меня вот эти барбинки перематаны в две нити потому что я планирую вязать водолазку себе в две нити значит что у меня здесь а 142 грамма еще вот такие вот моточки это вот распущено платье значит тут получается 80 и 40 до 120 грамм 142 и 120 это получается 260 грамм но у меня еще есть это это пряжа так что мне на водолазку хватит конечно когда-нибудь я перемотаю все у меня есть моталка перемотаю все вот в такой красивый вид но на данный момент вот это у меня вот так так следующая пряжа вот это вот какого витабрилент еще у меня есть остатки значит это целый практически должен быть моток ну тут 85 грамм здесь вот это вместе с этим и 120 грамм до 120 грамм то есть еще там у меня распущенная то есть у меня в принципе на полноценное изделие вот таких остатков ну таких остатков такие остатки есть далее ну вот это остаточки уже от пряжи подмосковная такая меланжевая я вязала этот полувер себе ой полувер говорю кардиган шиншилла я его называю да таки азиатскими косами вставлю вам фотографию здесь посмотрите вот но это вот осталось мне чисто на носки 34 я в другую коробочку тоже переложу далее далее вот у меня очень много вот такого акрила это все акрил это все ализе вот этот акрил вот это акрил он даже будет вообще даже такой хрустящий хороший акрил вот этот акрил так это тоже акрил чисто вот такая расцветка у меня я вам покажу потом еще волшебный мешочек свой где у меня очень много этого акрила так, ну здесь сколько у меня? 152 грамма, ну естественно это на что-то ну не на носки во всяком случае можно комбинировать мне пригодится, девочки, правильно? так, это вот пряжа помню мне покупала бабушка еще в Уфе когда мне было лет 17 я все ходила, выбирала пряжу ну давай, говорит, какую тебе купить какую тебе купить? я выбрала почему-то вот такую расцветку с золотым вплетением я не знаю, что это за нитка на сим ли это не похоже потому что здесь больше вот этот вот металлик присутствует намного больше и ниточка грубее ну я что-то, видимо, себе вязала с этой пряжи вот бабушка мне купила по-моему, 3 моточка осталось всего вот это и где-то, где-то может быть маленький где-то я видела наверное, я его просто забросила уж туда вот, или в другом месте лежит не могу сказать ну здесь что у меня? 90 грамм почти, почти 100 грамм почти моток вот, но это куда-нибудь наверное, на отделочку можно будет пустить а так, вот это у меня уже полушерсть идет даже видно это ализе это ализе а вот это все ализе даже не буду взвешивать ну можно взвесить 100 грамм ну это тоже все или на носки или куда-то добавлять ну точно не выбрасывать так, вот это у меня остался бамбук ой, это бэби бэст ализе бэби бэст от моего джемперочка который я вязала внучке тоже тут буквально 15 грамм это бэби вул тоже вязала ей девочки, все, что здесь есть я все уже взвесила поэтому я не взвешиваю это у меня ангора ализе ангора надо будет перемотать вот, кстати, это тоже с этой серии вот, вот это я перемотала перемотала в моточке это тогда мне так ну, когда я приобрела прялку я не прялку, эту моталку я пыталась перемотать так, чтобы это ну, по плотности посмотреть как ложиться как нитку натягивать вот я вот эти вот остаточки перематывала это все с одной серии вот так вот это я, кстати, не взвешивала такие бобинки. Здесь у меня 137 грамм. Кстати, возможно, возможно, это можно будет как-то скомбинировать и связать какой-нибудь палантинчик или бактус или косынка, потому что 130 грамм. Тут ниточка тоненькая. Вот, возможно, в принципе, она и ну как, гармонирует между собой. Вот так что, видите, иногда нужно делать ревизию в остатках. Так, ну и что у меня здесь? Травка вот такая даже у меня муравка, оказывается, есть. Вот здесь такого розового цвета. Вон такие, такой ворс. Ну, это, мне кажется, ализе. Такое, такая. И вот остатки такой голубой. Это я точно помню, я вязала там комплект ребенку младшему. Это вот у меня эта травка осталась еще и нитки отделывала. Ну, отделывала этот потом ну, все там пока по окраине, как говорится, ну, на обвязку шло. Вот, а это я не помню, для чего я покупала. А может быть так, для того, чтобы было. Белое тоже использовала, видишь, видите, а розовое практически я не использовала. Да, здесь 98 грамм. Ну, тоже пусть будет. Травка всегда пригодится. Ну, и это у нас тоже акрил такого салатового цвета. Кстати, этот акрил очень качественный, я могу вам сказать. Он может быть какой-то там и добавкой, потому что он потом пушится. Может быть, тут и шерсть есть. Но я его, как и называю, акриловая пряжа. Вот. Теплая, мягкая, вообще не скрипучая. Классная вот эта пряжа. Мне нравится. Вот. В принципе, мы корзиночки с вами разобрали. Вот. Это все, что у меня, как бы, находится вот так вот, в таком виде. По одному, по два моточка. Там вообще, по 10-20 грамм. А сейчас я вам бы хотела показать свою волшебную сумку. Это вот уже все. Крайняя пряжа. Смотрите. Вот в такую сумку я переложила все свои запасы. Такие, которые, ну вот, практически полные моточки. Вот. Все, что не поместилось у меня в эту сумку, у меня ушло вот в эти корзиночки. Сейчас я все достану и я вам покажу, что у меня тут есть. Ну все. Пришлось убрать, потому что здесь, как бы, пообъемней да, этот пряжа. Значит, с чего начать-то даже не знаю. Здесь, почему у меня, девочки, столько много разного акрила? Потому что я раньше вязала очень много жакардовых детских изделий. Вязала на продажу, вязала своим детам, деткам, пока они росли. Вот. И у меня очень много разных оттенков было. Даже вот смотрите, допустим, тот же самый желтый, у меня желтый есть, светлый, светленький, как сказать, молочный к нему, допустим, чтоб оттенки были. Ярко-желтый, оранж, видите, вот так вот. Это немножко структура нити другая. Вот, вот так вот. То есть, я делала, ну, старалась, как бы делать жакард нерезкий, там, с плавным переходом. Поэтому у меня, девочки, вот столько много всего и осталось. И, в принципе, да, когда, как я делаю, если я какой-то жакард задумываю, да, для ребенка, хотя я сейчас очень давно жакардовая ничего не вязала, мне нужно к этому вернуться, потому что надо же вот извязать. Это неплохая пряжа. Здесь, например, вот эта вот пряжа, вот, она очень мягкая, здесь акрил с вискозой идет, и мне кажется, тут и шесть есть. Видите, как она блестящая? Вот, я найду фотографию, я вязала детский, как это называется, костюмчик ребенку. У меня на старом на телефоне осталось. Я полазью, поищу, ну, покажу вам. То есть, вот это я специально покупала под этот проект, что я вязала, там должен быть, вот красный цвет тоже сюда идет, красный, вот, белый, 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 наверное, белый все-таки я любой использовала. Можно и этот, в принципе, белый, он и есть белый. То есть, у меня был такой вот связан проект. Вот, это все вот остаточки. Конечно, куда их девать? Конечно же, они у меня остаются. И когда я что-то выбираю, я открываю, начинаю подбирать, если мне что-то не хватает, я покупаю один, два моточка. Но это было ранее. Сейчас я пока этим не занимаюсь, вот, но думаю, что нужно будет вернуться. Так, что у меня тут есть? Вот такая толстая пряжа, черная, и вот эту вы тоже видели такого цвета. Это был у меня жаккардовый джемпер с сыну. Вот, я вязала, получается, модель, но вряд ли у меня фотография осталась. Кто, кто знал, что это нужно будет? Тоже это на толстых спицах было, это у меня получается низ был темный, потом шли вот голубая, половина голубой снежинки была, и вверх заканчивался половина черной снежинки и голубым. Ну, то есть, смотрелось очень хорошо и достойно. Ну, вот остались два моточка, ни тудым, ни сюдым, ну, лежат, ждут. Вот, сразу буду убирать, потому что так лучше. Вот это у меня чисто шерстяная нитка, плюс вот это, они старые, эти нити, это мне кто-то дал, они вот реально старые, даже вот здесь немножко шерсть стала, как, ну, свалялась, надо ее перемотать или обрезать ее и уже куда-то, ну, использовать. Очень колючая ниточка, вот, тоже есть такая у меня. Дальше я уже вам сказала, что вот это вот с вискозой, даже вот с таким, с каким-то характерным блеском, это нить и очень красиво наложится в вязке, очень хорошо стирается и носится. Найду я обязательно фотографии, вставлю, покажу. Так, далее, что у меня, вот, покупала вот такую пряжу, сейчас, это все было куплено на Алиэкспрессе по одному моточку, сейчас, видите, Милк Катон, по-моему, Color City есть такого, такого типа пряжа, Милк Катон, вот, у меня было куплено, еще белый цвет, по-моему, был, еще какой-то, я вязала малиновый цвет, я вязала шарфик, вот, малиновый, а, вот он, малиновый, господи, вот, малиновый с этим, с розовым техникой этого, бриоши, я вязала шарфик своей внучке, когда вот ей было годик, я ей дарила, вот, ну вот, остаточки у меня остались, такая очень мягкая, тактильная, мягкая, мягкая пряжица, но здесь мало, куда-то, если только на носочки, ну, не знаю, мне кажется, это не будет, сколько тут, ну, 85 грамм, все вместе, ну, если вот это с этим скомбинировать, а это как-то с этим, ну, лежит, ждет своей участи, как говорится, вот так, ну, и тут у меня уже пошел акрил такой розовый, сиреневый, голубой, надо будет, девочки, конечно, все это привести в порядок, перемотать, это все один вид пряжи, все абсолютно один, вот это, желтый, такой, светло-желтый, молочный, это все у меня было под проекты купленной, вот что, что осталось, так, это акрил с шерстью, это не чисто акрил, так, это похоже на тик, тонкая-тонкая пряжа, но мне кажется, что это не тик, не помню я, что это, ой, пришлось отключиться, видимо, пыль попала, зачихалась, так, значит, что, на чем остановились, да, вот это тоже чисто шерстяная нитка, она тоже, прямо вот видно, что немножко свалялась уже, вот, тоже давно лежит, то это мне все давал кто-то, кто, не знаю, ну, добрый человек, я люблю, все, так, это у меня от заказа осталось, это у меня тоже я вязала джемпер, по-моему, сыну, вот, ну, вот такие вот остаточки, такие, такие, они, все видите, разноцветные, разные, это я себе вязала, такое, это, это Ализе Классик, супер, Ализе, Супер Лана Классик, да, тогда меланжевые, еще оттенки, как бы были, это вот, тоже показывала уже в начале, такие большие, у меня такие кругляшки, вот, что тоже осталось здесь, так, это такая, пухлая, толстая нить, не знаю, наверное, кто-то, да, просто точно не помню, чтобы я ее покупала, вот, ну, такая, пухленькая, надо ее куда-то использовать, девочки, здесь почти 100 грамм, по-моему, если, на вид, во всяком случае, что моток большой, 80 грамм, кстати, тут еще вот одна упала, вот такая ниточка у меня есть, тоже кто-то давал, вот, она тоже очень хору, красивая, видите, такая буклированная, вот, я такие, такую нить, специально, никогда не покупаю, потому что я не умею с ней работать, я не знаю, я смотрю у девочек, что, в принципе, они вяжут лицевую гладь, и все у них хорошо получается, но мне не нравится, как выглядит, вот, у меня вот такая, вот, сколько здесь грамм, тоже, 76 грамм, такой пряжи, 80 грамм такой, не знаю, как комбинировать, что с нее делать, вот, лежит и лежит, тоже это кто-то мне отдавал, я не умеха в таких пряжах, вот, эта пряжа мне очень нравится, очень-очень, вот, здесь вот, она реально, вот, когда вяжешь, она ложится классно, видите, она такая, как будто бы, с мелкой, с мелкой травкой, не знаю, что за пряжа, девочки, этикетки я в то время не собирала, это вот, я вязала на 3 месяца, своему старшему, младшему сыну, этот, господи, на молнии такой, на молнии жакетик у него был, и такая шапочка была, на весну, эта пряжа, очень мягенькая, это без шерсти, я думаю, что это может, там может хлопок с чем-то, ну тут естественно, вот эти вот, мне кажется, эти вот напыления, это хлопковые, мне кажется, они прямо вот как на ниточки, обыкновенные, похожи, была на молнии, потом, значит, мой сын носил, носила потом моя племянница, этот жакетик, и кому-то мы дальше, дальше, как бы передали, очень хорошая пряжа в носке, и вот сколько лет уже, это считайте 17 лет, вот, эта пряжа у меня лежит, она вообще не потеряла ни объем свой, ничего, но в то время, кто знал, что мне надо много, надо было несколько оттенков взять, что за пряжа, не знаю, ну, наверное, все-таки ализешная, потому что я в маленьком городе жила, вот, и все-таки думаю, что это пряжа ализе, потому что большого выбора не было у нас, вот, значит, так, это убираем, ну, это акрил, это акрил, ну, это не чисто акрил, я его, так как я вам сказала, это называю, ну, тактильно видно, что он с какой-то, ну, с шерстью тут есть немножко, вот, ну, вот это, девочки, все, все-все мои запасы, вплоть до, как говорится, старых-старых моточков, я вам показала, да, сейчас я вам озвучу всего, сколько у меня было, сколько у меня пряжи, значит, сюда войдет у нас и носочка, и хлопок, и полухлопок, и шерсть, и я вам сейчас все озвучу, через секундочку, ну, что, девочки, готовы услышать запас, сколько у меня запасов пряжи в килограммах, мамуля, если ты меня смотришь, садись и пей валерьянку, ну, это шутка, мама меня поймет, вот, ну, смотрите, на сочной пряже, в первом видео я про нее рассказывала, у меня 7 килограмм 77 грамм, летние пряжи, это состав, который входит хлопок вискоза и микрофибра, 12 килограмм 688 грамм, из этого, девочки, сейчас я вам скажу, из этого у меня получается, что в коробочке, где летняя пряжа находится, у меня 2 килограмма 718 грамм, то есть остатков у меня, считайте, летней пряжи на 2 килограмма 718 грамм, а вот полухлопок у меня получилось 13 килограмм 270 грамм, вот, а шерсти, которой мне почему-то не хватает, всегда, почему, мне кажется, что визуально шерсти у меня очень мало, ну, то есть это не чисто шерстяная, да, не такая именно, а в состав, в который входит шерсть, мне мало казалось, а всего у меня получилось 19 килограмм 434 грамма, вот, но из этого, из этой, как говорится, суммы, 4 килограмма было именно вот этой пряжи, которую я вам показывала, которая в коробках, которая у меня на остатках, это именно 2 коробки и вот этот вот пакетик, там 4 килограмма, то есть, ну, всего у меня получилось 52 килограмма 469 грамм, а в принципе цифра вроде как будто бы, ну, такая внушительная, да, о, 50 килограмм пряжи, а, ну, по итогу, а, и в работе, кстати, я посчитала у меня в работе, 1 килограмм 455 грамм, но я не буду сюда приплюсовывать, вот, когда я, или приплюсую, все-таки это все-таки в работе, а когда будет готово, я уже буду просто отминусовывать, вот, то есть у меня получается 53 килограмма, если приплюсовать, 54 килограмма почти, вот, визуально это не так много пряжи, да, носочки визуально много, вот, а остальной пряжи это не так, не так много, как кажется в цифрах, вот, ну, и сами понимаете, производители выпускают еще новую пряжу, еще новую пряжу, все, хочется попробовать, каких-то цветов вечно не хватает, вот, и зарекаться и говорить, что все, я не буду ничего покупать, только из-за того, что, ну, такая какая-то цифра, я, конечно, не буду, вот, вот, эти старые остатки пряжи, которые всего у меня получается 4 килограмма, да, шестяной, и 2 700, ну, дайте, для ровного счета, пусть 3 килограмма будет хлопковая, я с нее практически и не знаю, что буду делать, да, это вот чисто будет потихоньку, потихоньку, потихоньку и связываться, и, конечно же, в эти остатки будут попадать, те, та пряжа, которая, ну, будет оставаться в остаточках, да, которые когда-то надо будет извязать, в ноль и связать никогда не получится, со мной согласятся все, все вязальщицы, которые вяжут пряжи всегда, если только вы уже не психанули, не отдали эту пряжу кому-то другому, вот, ну, все, спасибо всем, кто смотрел мой сериал полностью, до конца, я надеюсь, что вам было интересно, мне, во всяком случае, всегда интересно смотреть запасы пряжи, получение пряжи, когда посылки приходят, когда подарки, все, 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 что когда он к нам поступает, именно что-то новенькое, пусть даже забытое старенькое, да, мне нравится это смотреть, оставайтесь на моем канале, с этой всей красоты, мы будем что-либо творить и вытворять, вот, обязательно, посмотрю, посмотрю, мне самой интересно, какой результат у меня будет в следующем году, то есть, свой запас пряжи я буду пересчитывать, также где-то с 20 по 30 января 2023 года, вот, и посмотрим, я вообще вижу или только коплю, вот, ну все, всем хорошего настроения, всем пока-пока, спасибо за просмотры, я с вами не прощаюсь, до следующих подключений, против действий, спасибо за просмотры, спасибо за просмотры,